Есть! Есть, 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 ребята, есть! Я уже не верил, что это возможно! Что за хрень? Что это такое? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы продолжаем играть в Hello Neighbor в четвертую альфу, продолжаем исследовать этот его потрясающий дом, домище, блин, гигантский, поселок небольшой, фактически, под одной крышей, нихрена себе он, конечно, отгрохал, до сих пор не перестаю удивляться. И мне один подписчик написал в ВК, что есть какой-то секрет, нужно... Я не понял, честно говоря, то ли одну картину какую-то прострелить... Ой! Что это такое, блин? Какого черта? Я встал на стул и запрыгнул... Да, игра не перестает удивлять. Вы поняли, что сейчас случилось? Я не очень. Я к тому, что в комнате рядом с решеткой, или в комнате еще, может, внизу, я так и не понял. Короче, вот где-то здесь, вот в этом районе, нужно обстрелять все картины, и что-то произойдет. Он мне не написал, что именно, решил сохранить интригу, ну, правильно, в принципе, сделал. Давайте проверять. Поехали. Сначала и, в общем-то, до конца. Сейчас все будем обстреливать. Так, подождите, здесь обстрелял. Вот это вот, может, единственное еще... Нет, это падать не хочет. Не настолько у меня пукалка увесистая, чтобы, знаете, так по-жесткому... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все. Обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем. Так, это тоже обстреливаем. Замечательно. Все картины обстрелял. Давайте еще, может, вот здесь, на всякий случай, пообстреляем. Стоп. А, блин, точно. А я что-то не обратил внимания. Я думал... Она когда не упала, эта картина, вместе с остальными? Я почему-то на секунду подумал, что это опять какой-то глюк с текстурой. Вот, смотрите. Одну картину надо обстрелять, не все. Только вот эту. Раз, и тут вот опуска... Все, я понял. Отличный секрет, кстати. Ну что, давайте зайдем сюда, посмотрим. Во-первых, давайте обстреляем и здесь все картины. В них, кстати, ничего нет. Просто пустые рамы. Не знаю, почему сосед решил таким странным образом украсить это место. Хоть что-нибудь бы найти. Нет, ничего нету. Пустые у него абсолютно эти комоды. Так, шкаф стоит. Лампа, зеленая лампа. Замечательно. Стулья. Так, как у меня дела с инвентарем? Давайте смотреть. У меня есть пустая ячейка. Отодвигаем стул. Раз, ух, как ты его прям дерзко отодвинул. Молодец. И открываем дверь. Куда мы попали? А, знаю, знаю это место. Да-да-да, все. Я вспомнил. Я даже как-то видел в замочную скважину вот кусочек этого пространства. Вот я, значит, где. Окей, проходим всю. Это я... А, это я в этой... Во, да, и здесь тоже была дверь закрыта. Вот, оно, оказывается, все ведет вот сюда. Да, я прям в какое-то топовое место попал. Меня вот этой вот комнатой дразнили и отсюда, и отсюда, и наконец-то я здесь. Это приятно. А надо было, оказывается, выстрелить в картину. Только вот единственное, если бы мне человек не написал, как бы я догадался, что нужно выстрелить в эту картину? Ей-богу. Это не так-то просто. Ну, как бы это не то, что непросто. Вообще не намека, нет. Ну да, это картина с золотым яблоком. И была уже с золотым яблоком загадка в третьей альфе. Но это ж четвертая. В ней вполне могло такого и не быть. То есть... Это что? Это полезное что-то? Желудь. Ну ладно, давайте возьмем. Может быть, это намек на Рому Желуди от создателя игры. Черт его знает. Может, это такая пасхалка для русскоязычных ютуберов. Что мне делать с этим говном? Я не знаю. Я его на всякий случай взял. Мне кажется, что... Ну, он же, наверное, не просто так тут лежит. Это, наверное, какая-то важная деталь. Только что может быть важного в сраном Желуде? Я не знаю. Ну ладно, хорошо. На всякий случай буду его с собой носить или кину куда-нибудь. Кину в ту коробку, которая стоит снаружи дома соседа. Без оружия только можно проходить. А если я пройду с оружием, меня... А, гляньте-ка, действительно. Ну, значит, я должен отложить. Отложить ружье. Так, я вот думаю, сюда не пускают. А что здесь? Подожди, давайте посмотрим. Стул. Понятно. Это плохо. Это плохо, что стул с ружьем не пускают. Ну, хорошо. А если я его пойду и кину, знаете, вниз в коробку, где утерянные вещи. Ну, кто-то, наверное, в курсе, о чем я сейчас говорю. Так, давай-ка. Я хочу его кинуть именно туда, чтобы мое ружье не потерялось, не застряло в текстурах или еще где-то. Потому что уж там-то оно наверняка будет в целости и сохранности, я надеюсь. Я туда уже, кстати говоря, лом кинул. Вот он лежит, видите. Сейчас еще раз ружь. Да ты что, издеваешься? Нормально, ляг, пожалуйста, в коробку. Ворона, охраняй. Смотри мне вороны, чтобы я пришел и все было на месте. А то общипаете. А, о, гляньте, сосед. Я его снова сагрил. Блин. Он вот там вот, между прочим, если его туда отвезти, он там стоит постоянно. Ты, придурок, иди сюда давай. Между прочим, я тут еще дверь не проверил. Давайте пос... Я так понимаю, вот туда прыгать мне, да? Ну, вы знаете, я могу и не допрыгнуть. Ладно, это мы оставим на потом. Давайте вначале пройдем вот в комнату без оружия, да? Все. Желудь, я надеюсь, вы не считаете за оружие? Я, конечно, понимаю, что его можно кинуть куда-то. Так, какая-то труба. Отлично. Хотя нет, на самом деле ничего не понятно, что это такое. Так, сюда пустят. Стул. Стул преграждает. Шкаф какой-то. Очаровательно. Так, ну... Что это такое? Что с этим делать? Какое-то давление там, смотрите. Лампочка. Может, желудь туда кинуть? Не, не хочу рисковать. Может, туда что-то бросить надо? Ну, сильно большое отверстие. Сам я туда никак не залезу, поэтому давайте попробуем, посмотрим, что будет. Да ничего, оно туда... Оно туда особо не бросается. Я вот пытаюсь и... И никак. Решил попробовать кинуть туда что помельче. Ну-ка. Нет. Это тоже не сработало. Это, наверное, вообще не то. Наверное, этого даже и делать не надо. Ну, я не знаю. Я предполагаю просто. Гляньте, я вот с этими кнопками, честно говоря, не совсем. Понимаю? Я их отжал. Они все были вот так зажаты. А я их все отжал. А вы знаете, может, я отключу магнит? Вот надо это проверить. Но давайте вначале проверим, что вот там. Господи, он пришел, сосед пришел. Так, где я? Вот я где, да? Так, и... Замечательно. А, вспомнил, вспомнил, что это за место. Все, я... Здесь секрет. Здесь идет секрет с секретным шифром. Ни хрена, это говно работает до сих пор. Мало того, он всосал мой красный ключ. Я его на всякий случай с собой ношу. Мало ли найду, где пригодится. Но... Вот пригодился, пригодился. Теперь он будет вот здесь. Вот здесь вот он пригодился просто идеально. В общем, опять ходил, бродил, слонялся из угла в угол. Потом все-таки опять не выдержал. Еще раз внимательно почитал некоторые из ваших комментариев. Вы пишете в основном, что для того, чтобы остановить вот этот потрясающий магнит, нужно залезть на крышу, на которой... На которой я над ним. Это... Это жесть. Это как вообще? Как я, блин, туда залезу? Это не представляется мне возможным. Как бы есть только одно предположение... О, сосед уже где-то меня запалил. Надо уже кидает в свои банки с клеем. Есть только одно предположение... И там, типа, да, там на крыше шестеренки, и в них можно выстрелить или что-то в них бросить, и все будет окей. А, блин, чуть не забыл. Пишут, что клей надо на всякий случай с собой взять и именно клеем залить. Но кто-то писал, что и выстрелить можно. Не знаю, наверное, надо за клеем все-таки сгонять, чтобы не рисковать особо. Я, наверное, так и сделаю. Но как туда попасть, это большой вопрос. А для чего вот та большая труба нужна, которую я нашел буквально недавно и в которую пытался закинуть коробку, я так и не понял. Об этом вы вроде пока не пишите в комментариях, не писали, во всяком случае. Может, я сам до этого додумаюсь со временем, не знаю. Сейчас я иду за клеем, получается, а потом постараюсь попасть как-то на эту крышу. Как это сделать? Вот, кстати, клей нормально. Я прискакал очень удачно. Ну, наверное, так. Только вот-вот так вот на вот эту хрень запрыгнуть отсюда от трубы я другого способа как бы не вижу. Если это не сработает, я не знаю, как еще туда залезать. Не, можно было бы, конечно, настроить коробок на рельсах и как-то на коробках по рельсам. Да хрен его знает. Плюс я еще и не совсем, ты, честно говоря, уверен, что я отсюда залезу на эту крышу. Ну, была не была. Сейчас посмотрим. Опа! Ну, вы представляете себе, почти. Ну, хорошо, допустим. Это, в принципе, уже было близко. Есть! Есть-есть-есть, ребята, есть! Есть-есть-есть, есть! Мать твою, я уже не верил, я уже не верил, что это возможно. Тут я даже не знаю, как я это сделал. Я все время делал одно и то же, но, видимо, я нашел какую-то непонятную микротрещинку на этой трубе, которая выдается чуть более вперед, чем все остальное. Замечательно, мы дошли. Сейчас я залезу, я надеюсь, без проблем на самый верх и посмотрим, где там... Ох! Ох! Тихо! Сейчас, еще раз говорю, я залезу, наверное, без проблем на самый верх и посмотрим, где там... Какие шестеренки, про которые вы говорите. Вот мельница. Вот мельница. И... Вот это, наверное, люк какой-то. Да, ну-ка, давайте попробуем выстрелить. Для начала. Да, помогает, в принципе. Я не знаю, зачем вы мне говорили брать клей. Клей в общем не является чем-то необходимым. Смотрите, я выстрел в шестеренке. И я так понимаю, магнит теперь не работает. Это было бы логично. Может, по вот этой крыше прогуляемся, раз такое дело, раз уж я... О, блин, гляньте, вон туда можно было попасть, наверное. Хм, черт, нет, я бы не долетел. Каким хреном? Подождите, что я несу? Туда попасть невозможно. Это слишком высоко. Ну, хорошо, давайте, вот, спускаемся. Давайте, спускаемся на вот эти рельсы наши и бежим, бежим, бежим. А куда мы бежим? А вот сюда мы и бежим. Правильно, смотрите, абсолютно правильно пришел. Я сейчас заберу два своих ключа. И красный, и зеленый. Отлично. Ну, особенно мой ключ, это... Так, клей мы выбрасываем нахрен. Дальше желудь вот этот, единственный, я не знаю. Я думаю, хорошо, знаете что, давайте мы сюда... Вначале возьмем зеленый ключ. Красный пусть пока лежит. Все равно я пока нигде не видел, где его применять. И я думаю, что в ближайшее время я не увижу. Скорее всего. Итак, торжественный момент. Зеленый ключ. Ща вставим. Ща быстренько его вставим. О, уже сосед где-то здесь. Откроем дверь и за... Загрузка. А... О, блин, опять какой-то... Стоп, стоп, стоп. Куда, куда? Что за хрень? Что это такое? Что это за... Что за дерьмо, ребят? Так и надо, да? И что я должен делать? Прогнуться и спрятаться или что? Да я не понимаю. Мне не видно ничего. Куда-то бежать от них? Ну, давайте попробуем от них бежать. Вот, вот, вот. Подождите. Я, во-первых, сделаю яркость побольше. Ох, у меня, наверное, будет... Автору вот этой игры было недостаточно, что для того, чтобы добраться до этого... Сраного отключения магнита, я прошел через огонь воду и медные трубы. Нет, я теперь должен еще и здесь бомбить. Еще и вот здесь вот бомбить в какой-то непонятной сране. Что у нашего главного героя с мозгами? Он же какой-то наркоман. Я не понимаю. Почему... Че ему такое видится? Объясните мне. Может, шкаф открыть и спрятаться? Да, смотрите, надо шкаф открыть и спрятаться. Все. Они все угомонились. А куда мне... Ну, мне нужно куда-то туда пойти, пройти мимо всех этих ублюдков, лысых. Ничего себе, однако. Да... Да я не успеваю, блин. Короче, я понял. У них тут, получается, все идет циклами. Смотрите. Вначале они жутко сосредоточены. И стоят на месте. В это время можно беспрепятственно ходить. Вот-вот сейчас вот. Вот сейчас можно, в принципе, выходить и не париться. Потом они начинают бегать, как ужаленные после звонка. Это какая-то шкалотень. Я так понимаю. Это шкалотень за школьной партой. Они сидят. Идет звонок. Они начинают бегать. Когда они бегают, они опасны. Они могут тебя поймать. Сейчас вот звонок будет. Они опять сядут на место. Свои жопы усадят. Или нет? Вроде бы да. Смотрите. Вот сейчас вот я могу спокойно пробегать. Но мне нужно срочно искать шкафа, иначе жопа... А шкафа-то нет! Ничего нет! Блин, меня сейчас поймают! Нет-нет-нет-нет-нет! Шкаф где-нибудь! А-а-а! Блин! Застрял! Так, может я уже все вне опасности? Нет, давайте на всякий случай залезем. Э-э-э... Ну, подождите. Ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо! Я не помню, сейчас у них урок или перемена, или что? Они сейчас опасны или нет? Я не помню. Так, секунду. Давайте, наверное, вот следующий звонок, когда будет, побежим. Раз, два... Погнали! Вот! Вот сейчас вот я, наверное, побежал. Сейчас, наверное, побежал. Так, дальше, дальше. Чё это такое вообще? Так, ну никого нету вроде бы, никакой опасности. Вот туда вот, в ту дверь мне надо, правильно? Давай, бегом, бегом, бегом! Выход! Фух! И что? Нахрена? Что это было? Что это за лысые краснорожие школьники? Ну, прекрасно, не стою я со своим зелёным крючом. И какой прок в этом? Зачем? На кой дьявол мне это надо? Э-э-э... Чё-то я не понял. Может, ещё раз попробую? Подожди, давайте ещё раз зайдём. Что? Да всё, меня больше туда и не... Больше и нельзя. Ну, зелёный ключ я тогда, наверное, кладу здесь, да? Я ж думаю, он уже не пригодится. Так, это отодвигаем. Открываем дверь. Потрясающе. В таком случае, ребята, что я могу сказать? Идёмте, наверное... Идёмте, наверное... Я не знаю, зачем я делал то, что я делал. Но идёмте, наверное, красный ключ вставлять. Правильно? Потому что... Кстати говоря, красный ключ надо подобрать. Красный ключ, он находится где? Он находится возле магнита, который я уже остановил. Вот туда пойдём, потом красный ключ, и потом будем искать, куда его применить. Я так понимаю, что когда мы откроем красный ключ, какую-либо дверь, то, наверное, будет опять нашествие лысых школьников. Или что-то в этом роде. Ну, наверное, так по логике вещей. Поглядим, поглядим. В общем, я снова здесь, я снова на этом грёбаном бревне. Как я сюда попадал, я показывать не буду. Это не для слабонервных. Я-то уж точно потратил, наверное, половину своих нервных клеток. Давайте, теперь мне нужно... Ну, в этот-то раз у меня получится или нет? Мне теперь нужно удачно заскочить вон туда. Давайте, погнали. Погнали! Да что ж ты такой, гандон! Не получилось. Ещё одна попытка. Боже мой, наконец-то! Я сейчас расплачусь. Я не верил. Я, честно говоря, когда искал ещё одна попытка, я абсолютно не верил в свой успех. Я этого достиг. Красный замок, слава богу, наконец-то он нашёлся. Слава богу, я заранее взял красный ключ на всякий случай. Я, в принципе, догадывался, что, наверное, это здесь, потому что больше негде. Я всё исследовал. Да, давайте открываем эту грёбаную дверь. Всё. Сейчас опять будет мини-игра с лысыми детьми, которые светятся красным свечением. Я правильно понял? А чё он не проходит? О! Альфа-4. Поехали. Да, действительно, наверное, в этом дело. Наверное, сейчас как... Так. Очень-очень темно. Это, как бы, очень, мягко говоря, очень темно. Я не знаю, как это выразить. Это не просто очень темно, это невероятно темно. Вот это всё, что я видел, пока не настроил яркость монитора подобающим образом. Вот эту лампочку. А тут, оказывается, ещё и, смотрите, и наверх куда-то надо идти. Ну, хорошо, давайте ползём. Будильник. Его можно включать? Нет, нельзя. Если кто-то не видит, что происходит... Да я, наверное... Блин, надо будет не забыть осветлить тут изображение. Реально, нихрена не видать. Так, прыгаем. Получилось. Отлично, долетел. Книжечки. Я играю за таракана-соседа, наверное. Да, то есть... Это я нахожусь во сне соседа. И в тот образ вот превратился, которым он меня в этом своём сне представляет. Он видит меня не иначе тараканом. Я в этом абсолютно убеждён. Потому что я бегаю, как таракан у него по дому, наверное. И вот сейчас вот... Ему может быть синиться, что я таракашка этакий, голимый. Припёрся. Ну, подождите. А, я чё-то не понял. А! Спасибо. Спасибо тебе, невидимый доброжелатель, который вот это сделал. Эээ! Да, реально, меня могут зашибить таким образом. Выход вот там, да? Бинокль... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так, ладно, ничего, ничего, ничего. Это всё не страшно. Мы всё это дело перепройдём легко. Так, теперь вот на эту доску. Главное, чтобы меня никакая банка не сшибла, ничего. Перепрыгиваем замечательно сюда. Вообще, мне туда вот выход... Ну, как бы... Выход это что значит? Выход это дверь, вообще-то, ребята. Вот это дверь, это выход. А если я просто подойду к логотипу выход, грубо говоря, к значку выход, то я от этого не выйду, по-моему, никуда. Я прав? Ну, в общем-то, да, наверное. Так, ну, смотрите. Полочка, смотри, отсюда надо... Слушайте, это реально интересно. Вот эта мини-игра, она прям очень крутая. Ай-яй-яй, куда же ты? Куда же ты, дятел? Чёрт возьми, а? Вы посмотрите, как я резко откатился-то назад. Ну-ка, давайте вот на эту полку попробуем. Приседаем. И как-то вот под этим говном может проползти. И... И что? И ничего, и всё... И всё заново, блин, ребята. Надо заново скакать. Офигеть! Ха-ха, ребята. Вот этого я точно не ожидал, честно говоря. Я случайно упал в дыру. Там внизу. Я даже вам, знаете, я вам сейчас это покажу по-новой. Потому что вы просто должны это видеть. Гляньте, прыгать, оказывается, надо вот в эти... Вот в это вот нечто. Вот сюда, это типа тостер, я так понимаю. Сюда нужно прыгнуть, тебя засасывает. А потом ты вот так вот нажимаешь. Но, единственное, я на этот раз прыгнул не в то отверстие. Меня тогда подбросило повыше. Я прыгнул в заднее. А сейчас я прыгнул в переднее. И меня долбануло об голову решёткой. Ну, кстати говоря, тут тоже, несмотря на это, возможно, можно и что-то поделать. Давайте... Ой, тихо-тихо! Нет, блин, да ж... Ах, чёрт возьми. Сейчас я в заднее прыгну отверстие. Исключительно в заднее. Вот в это вот. Давай, потихоньку, помаленьку. Да запихивайся ты туда. Чё ты туда не прыгаешь, дебил? Давай, прыгай. Чё-то он не хочет. О! Всё-всё-всё получилось. Кабум! Полетели! Вот, шикарно. Теперь я там, где нужно. Смотрите, на высокой-высокой решётке. Так, а теперь вопрос, что делать, когда ты уже находишься здесь? Хороший вопрос, кстати. Потому что боюсь сделать лишнее движение и всё запороть. Но мне кажется, вот надо туда прыгать. Вот на... Хотя... А куда это приведёт? Эта полка упирается в потолок. Подождите. Может быть... Может вот туда, вниз, на вот те полки? А с тех полок куда-то туда? Ха-ха! Да как... Куда, блин? Куда в конце-то концов? Я не понимаю. Ну, давайте попробуем, например, вот так. Может, это неправильно. Вон, часы какие-то. Но если это даже неправильно, то я, наверное, всегда могу перепройти. Там ничего сложного особо не... О! Тихо-тихо-тихо! Это что за звуки? А, оно падает. Всё, я правильно выбрал. Смотрите. Зажигаем вот эту хрень, да? Ну, давай, поднимай. Что? Нет. Нет, это не... О! Сработал. А почему не сразу? Блин. И что подня... Что случилось? Что случилось в итоге? Объясните мне кто-нибудь. Ну, наверное, мне вот на эту полку. Это логично предположить. Да? Может, дверь открылась? Нет, дверь не открылась. А что нахрена тогда? Нахрена тогда это всё было? Может быть... Постойте. Может, там наверху что-то случилось? Я... Я вот поднял эту срань. Наверху что-то случилось, и я теперь могу там пройти. Ну, давайте для начала... Я уже пробовал. Может, ещё раз как-то попробовать залететь вон на те полки? Вот так вот. Да! Получилось! Отлично! Фонарь! Фонарь! Приказ... Бери фонарь, чувак! Бери фонарь! Нахрена этот фонарь меня привлёк сюда, а тут делать абсолютно нечего? Или я не прав? Может, надо нажать на кнопку? Эх! Нет, я не понимаю. Нет. Сюда... Сюда я припёрся зря, по-видимому. Ну, значит, отсюда давайте вот туда, в тостер. И прям... Чётко вообще! Как я чётко подлет... Так, я, получается, ту решётку снял, чтобы... Что? Что, блин, происходит? Так, ну что тут скажешь? Да, я проверил. Я потом подёргал ещё этот рычаг, и он действительно поднимает и опускает эту штуку. По-видимому, она должна быть опущена. Но почему? То есть, вот сейчас она опущена, я... Ну, видимо, поднята, не знаю, как правильно. В том плане, что она не действительно... На неё не встанешь. И я не знаю, почему это хорошо. Что в этом хорошего? Ну, я стоял раньше на ней, а теперь я стою на каком-то непонятном сан-бордюрчике, торчащем из стены. В общем, предположение, что делать у меня... Есть вот туда вот прыгнуть. Но я не уверен, что это получится. Давайте попробуем. Так, по чашкам, по этим. Ну, я как-то, вы знаете, я не сказал бы, что это меня куда-то к чему-то хорошему приводит. Особо нет. Особо нет. Я на чашки, на эти, запрыгнуть не могу. Я тут просто путаюсь во всём этом. Застрию в этих текстурах. Печально. Ну, попробуем, попробуем. О, в чашку попал. Замечательно. А я выберусь отсюда. Ха-ха, всё. Ребят, это ловушка. Это ловушка, чуваки. Всё, чуваки и чувихи. Прощайтесь со мной. Я теперь умру нахрен от голода в этой сраной чашке. Я не могу отсюда выбраться. Всё, это конец. Ну, ладно. В общем, мне кажется, если ты оказался в чашке, то это довольно оригинальный способ закончить видео, согласитесь. Давайте остановимся на этом. Продолжим в следующий раз. Я добью, я добью эту игру. Да, может, я не знаю, может кто-то будет разочарован тем, что я её до сих пор никак не пройду. Уже хрен знает, какая серия вышла. Но я никуда не тороплюсь. Я хочу растянуть удовольствие. Мне это нравится. Мне нравится решать все эти загадки. Все эти хардкорные, жуткие прыжки. Всё это доставляет мне некое мазохистское удовольствие. В общем, если вам понравилось то, что вы увидели, то ставьте лайк, пишите что-то в комментариях. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Нажимайте на поделиться. Рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании под видео. И всё. Пока что на этом. До следующего раза. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока.